Алло. Здравствуйте, звонок из Дербанка России. Специалист Татки Юлия Юрьевна. Могу услышать о Людмиле Павловне? О, сейчас не получится. Скажите, пожалуйста, вы общаетесь с Людмилой Павловной? Ну как же, сестра моя, сестреночка. Скажите, вам не трудно будет записать наш номер телефона, передать Людмиле Павловне, чтобы она с нами связалась? Ой, дело в том, что она сейчас, как же вам так сказать покорректнее, в госпитале военном у нее, она очень долго смотрела на сварку, на сварочный аппарат, и у нее со зрением что-то университетская повязка сейчас на голове закрывает глаза, да, и она, ну так скажем, не увидит, если что-то ей покажу, ну запишу, а как она увидит, вот у нее глазоньки мои светлые, завязанные, я приехал к ней, приехал к ней, буду, ну, помогать ей во всех делах, вот она, сейчас у нее глазоньки на сварку смотрела, дурочка, ненормальная, зачем смотрела, взрослый человек смотрит, как ребенок себя ведет, на сварку смотрит. Меня зовут Герпес Адольфович, я ее брат, я брат ее, Герпес Адольфович, кандидат юридических наук, Герпес Адольфович, можно просто Герпес, ну или Герпес, как вам удобно. Я не могу даже понять, какое у вас семья очень редкое. Герпес Адольфович, ну да, ну у нас в семье так вот, я один такой, я отличаюсь от всей нашей семьи, богема, что ли, интеллигент, говорят, сейчас гнилая интеллигент, а ты что, сразу Герпесик, Герпесик, приезжай, помоги, ой-ой-ой, я на сварку насмотрелась, ничего, блин, не вижу, я говорю, ну что ж ты, как малая, всю жизнь я тебя из оврагов вытаскивала. Я вас перебью, как у вас правильное имя? Сначала буква Г, да, потом Е. Герпес, Г, Георгий, Е, Евлампий, П, Просковья, Е, П, после П, Е опять Евлампий, Э, Э, не могу эту букву говорить, Э, 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 Родион, потом Э. Герпес, да, Герпес, получается, правильно? Нет, Герпес, 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 Герпес. Первая буква В. Ну ладно, хорошо, вы сейчас поймете, меня так в школе дразнили. Знаете, вот когда люди слюни распускают, у них на губах потом Герпес, медицинский термин. У меня вот мамаша так назвала Герпес. Герпес, конечно, она не думала, наверное, когда имя мне давала. Герпес. Герпес, Адольфович. Адольфович, да, Герпес. Хорошо, а вы запишите, пожалуйста, номер телефона, может быть, Людмила Павловна с нами сможет связаться? Да, я это записать с радостью. А я как ей покажу этот телефон-то, она его не увидит, у нее глаз. На сварку, я говорю, на сварку смотрела. Хорошо. Может быть, просто хотя бы запишите номер телефона, может быть, продиктуете, чтобы с нами связаться? Ой, правда, что это я? Что это? Можно же продиктовать уши-то в порядке у нее. Это у меня что-то, да, вот я это... Ты подберете, да, можно... Можно же, да, действительно, можно сейчас действительно продиктовать. Ага, продиктовать, и тогда потом у нее уши-то нормальные. Что это со мной? Вы не знаете, что со мной происходит? Почему я... Ой, это все вот сосредоточился на ней, на ней только о ней, думаю, глаз... Да, давайте, говорите, говорите. Хорошо, готовы, да, записать? А я могу, в принципе, на словах передать ей всю информацию, потому что я подозреваю, что она не сможет вам позвонить. Ей волноваться запрещено, давление глазное может повыситься, и, как сказал врач, вплоть до того, что кровотечение может начаться с глазниц. Может быть, давайте я на словах, да, как-то ей преподнесу. Какая-то добрая новость, да, у вас? К сожалению, информация конфиденциальная, просто вот она только для Леднии Павловны мы не сможем вам предоставить. Дело в том, что я должен буду сначала к доктору подойти, сказать, можно ли ей передать эту информацию. А можно ли... Ей запрещено вообще какие-то стрессовые нагрузки, моральные, эмоциональные, всевозможные, потому что может в буквальном смысле слова начаться кровотечение из глазок. А я эти глазки... Вы бы видели эти глазки. Ой, свет мой... У вас какого цвета глазки? Скажите, какого цвета у вас глаза, девушка? Это не относится к... Ну прям, ну как? Я не могу так, я с женщинами не могу поделать. Вот вы наверняка симпатичная дама. Да. А вы не хотели бы со мной отужинать? А то я один-одинешник, 44 года, все один-одинешник. Это не относится к делу. Давайте... А мы не будем о делах. Нет, нет, ни в коем случае. Вы мне просто расскажите, я вас подъеду, заберу. Когда будет получше. Когда будет ей получше. Пусть она с нами свяжется. Кому получше? Кому получше должно стать? А Людмиле Павловне... Ой, господи, опять забыл. А я вот, видите, я вот такой вот, я... Ой, меня... Я женский голос слышу, сразу у меня ум за разом заходит. Я вот и вас уже, извините, я начинаю представлять. Ой, какой я... Ой, дурачок. Мне тоже говорят, отступенись, в конце концов, герпес. Вот так мне говорят. Слушайте. Здравствуйте, запишем номер телефона, 8800... А зачем, а зачем номер телефона? Какой это? Ой, напомните, откуда вы звоните? Откуда? Что, Людмила Павловна нам позвонила. Нет, нет, а кто, кто, кто? Напомните, я все у меня... Я ниточку потерял. Что надо? Откуда вы? Сбербанк России, специалистовский... И у вас какая-то добрая новость? Мы звоним по клиентскому обслуживанию. Нам нужно с Казмилой Павловной связаться. Вы номер телефона подождите, пожалуйста. Да, я запишу, запишу ваш этот номер телефона, но вы должны сначала согласиться со мной пойти на ужин. Все. Я такой, я категоричный. Как вас зовут? Скажите, только без отчества. Как ваше имя? Как ваше имя? Я Юлия Юрьевна зовут. Юлечка, Юля. Какое приятное имя. Простите, простите, я хочу вас представить, как вы выглядите. У вас какой размер обуви? Это не относится к делу? Ну, прям, да вы не представляете. Я сейчас все узнаю про вас. Как вы выглядите? Что с вами? А потом мы с вами встретимся. И вы не пожалеете. Вы не пожалеете ни в коем случае. Что всего доллара? Ну, а как же ужин? Ну, пожалуйста. Мне так не хватает женского общения. Ну, так вот давайте в неформальной обстановочке поговорим. Ну, ну, ну что такое? Алло. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте. В открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш www.aliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте. Группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезно, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В противном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно e-mail, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то точечный описание, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемые, аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите, очень полезная. Ну и посередине будет кликабельная ссылка на наш логотип нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Тут придет от нас письмо и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку в спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансово благополучие, здоровья и удачи.